МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Иван Городецкий. И это удачный проект. Программа, которая воплощает в жизнь ваши самые заветные мечты о красивом доме. Письмо наших телезрительниц меня очень удивило и заинтриговало. Пойдемте поскорее знакомиться с ними. Сегодня в программе вы увидите, как создать неповторимый интерьер в стиле кантри на загородной даче. Уникальные рецепты мексиканского шашлыка от знаменитого актера Виктора Андриенко. Как превратить свой старый стул в самую стильную мебель в вашем доме. Это и многое другое прямо сейчас. Знакомьтесь, наши сегодняшние героини Лариса и Элла. Лучшие подруги уже более 45 лет. В свои 77 они настоящие энерджайзеры. Жить активно и интересно их философия. Лариса в прошлом преподаватель высшей математики в Киевском университете имени Шевченко. А Элла когда-то работала бригадиром на фабрике Кияночка. После выхода на пенсию подруги решили, что смотреть телевизионные мыльные оперы и вышивать крестиком. Скучно. Каждый день их ждет множество важных дел. Ранний подъем на рассвете. А затем свою кипучую энергию Лариса и Элла вкладывают в стройку века. Дом. Где будут собираться их друзья. Кирпич за кирпичом. Хрупкие женщины сами возвели хозяйственный блок и пристроили кухню к дому. Здравствуйте, Лариса Федоровна. Давайте сразу договоримся. Без Федоровны, без по-батькови, а просто Лариса и Элла. Договорились. Расскажите, пожалуйста, как произошло перевоплощение из преподавателя высшей математики в строители. Мы люди очень такие веселые. Мы любим спевать. И где нужно было нам на природе собираться. Когда мы увидели такая возможность, и мы опинились на этом участке, мы поняли, что это как раз то место, где можно еще себя проявить. Пенсии у нас маленькие. Строительные нанимать очень дорого. И поэтому мы решили сами научиться всему. Ну, не знаю, вроде как получилось. У вас очень хорошо получилось. Почали кладку делать. Не выходило. Почала встать какую-то литературу. Почала дивиться, как кто-то роботит. И пошло дело. И это у нас первое наше творение. Вы сами выкладывали. Почесную дошку, на ее честь, в прошлом году открыли в городе Черкасов. Кроме того, она была дважды почесным донором Радянского союза. Взяла 150 литров крови. Такие поступки достойны преклонения. Но я хотела бы показать вам, что мы с Элой тут набудували. И через это я вас запрошу на глядины. А я с удовольствием соглашаюсь. Пойдемте посмотрим. Дом Ларисы и Эллы двухэтажный. Небольшой, но уютный. На втором этаже размещаются крохотные спальни. А на первом – гостиная и кухня. Только представьте себе, что все отделочные работы в этом доме женщины выполняли собственными руками, без помощи строителей. Как, например, на кухне они сами укладывали линолеум на пол, выравнивали стены и обшивали пластиковой вагонкой. Клеили обои и даже сами облицовывали плиткой печь. В кухне пока нет мебели, а из бытовой техники всего лишь бойлер. У вас такие золотые руки. Чем вам может помочь удачный проект? Ну, нам хочется, чтобы у нас кухня была более современной. С более таким красивым интерьером. Мы поклонники вашей передачи. Мы все время смотрим ее. И вот мы видим, что ваши дизайнеры делают просто чудеса. Наша фантазия не дает, чтобы это все придумать. Поэтому мы просим вас помощи. Наша команда вам с удовольствием поможет. Может быть, есть у вас какие-то пожелания? Вот подивите на эту кухню. Эти балки, это дерево природное. Тепли, солнечные тона. Мне бы хотелось, чтобы цеса завышилась. А я бы хотела, чтобы было такое место, чтобы можно было поставить посуду, чтобы стоял стол, чтобы гостей принимать. Я передам все ваши пожелания нашему дизайнеру. И с удовольствием вам поможем. За дело берется команда удачного проекта под руководством дизайнера Юрия Пирогова. Юрий занимается оформлением ресторанов, офисов, гостиниц, конференц-залов и частных домов в стилях классика, модерн и арт-деко. Юрий, ты уже посмотрел дом. В каком стиле ты видишь кухню для Ларисы и Эллы? Наша задача увязать все комнаты в едином стиле. Я думаю, что для этой маленькой кухни подойдет именно кантри. Загородные дома в стиле кантри сегодня пользуются огромной популярностью во всем мире. Неизменная черта кантри – это натуральные материалы. На стенах дерево, кирпичная кладка, штукатурка либо текстильные обои, основательная мебель, буфеты, комоды и сундуки, циновки на полу из соломы и плетеные корзины. Это и есть неповторимый дух домика в деревне. Что ты планируешь сделать с деревянными балками на потолке? Они очень нравятся нашим героиням и просили, чтобы они остались. Мы их оставим, потому что балки являются ярким элементом стиля кантри. Но немного преобразуем. Здесь появится функциональная мебель, где хозяйки смогут расположить всю свою посуду. В этой зоне появится стол, где они будут собираться с друзьями. Юрий, я обратил внимание на это маленькое окошко. Что ты планируешь с ним сделать? Действительно, окно маленькое, в эту комнату проникает мало света, поэтому мы его увеличим. Ну что, мы можем приступать? Приступаем. Команда удачного проекта начинает ремонт. Демонтируем багеты и плинтусы. Избавляемся от старых обоев. Штробим отверстие в стене под новое окно, которое здесь вскоре появится. На потолке этой кухни расположены деревянные балки. Как мы уже говорили, это классический элемент стиля кантри. Но они практически полностью зашиты в гипсокартон и выглядят невыразительно. Поэтому высоту потолка мы поднимем на 7 сантиметров. За счет чего максимально откроем балки и сделаем их ярким акцентом нашего интерьера. Для этого мы, сняв старый слой гипсокартона, переносим металлические профили к основанию балок. На них монтируем новый гипсокартон. Итак, потолок мы подняли. И пространство визуально значительно расширилось. Наносим грунт-антисептик, чтобы защитить поверхность от плесени и грибков. Выравниваем шпаклевкой. Сверху покрываем водоэмульсионной белой краской. Она обладает рядом достоинств. Сохнет всего лишь пару часов и абсолютно безвредна для здоровья. Ее называют вторым хлебом и готовят тысячу деликатесов. Водка из нее входит в десятку элитнейших сортов алкогольных напитков мира. Если у вас пусто в холодильнике, она всегда спасет вас от голода. И сейчас знаменитый актер Виктор Андриенко приготовит из нее вкуснейший шашлык. Есть два типа людей. Одни сажают картошку, а другие сажают печень под шашлыки. Мы решили объединить этих людей в одном шашлыке. То есть шашлык с картошкой и салом. Самое главное, что картошка должна быть небольшого размера. Нужно обязательно сделать углубление, для того, чтобы сало могло попитать картошку. Какое сало и картошечка без чеснока? Ну что вы, друзья мои. Вы знаете, что в свое студенческое время мы знакомились благодаря картошке. Мы всегда смотрели, когда девчонка какая-нибудь жарит картошку, ждали, пока она уйдет, и уже картошечка приготовилась, быстренько хватали сковородку, бежали к себе в комнату, ставили сковородку на вот такую же деревяшечку, и сразу так портвенчик, селедочка и черный хлебушек, и ждали. И она бегала по всем этим комнатам, искала где-где-где, забегала к нам, говорю, прошу, ужин готов. Она так улыбалась, бежала с подружкой, потом так вот мы знакомились. Вы знаете, что картошки можно не только накормить, но и напоить. Все знают, что самогон делается из всего. Но кто-то знает, что водка из картошки сделана только в одном государстве, Швеции. Бортье Карлсон, вот, тот, кто создал впервые официально водку из картошки. Ну, знаете, у него там даже несколько сортов получается, в зависимости от какого года картошка, у них там увеличивается цена даже. Переходим к процедурам. Кстати, по поводу сала с горелочкой. Съедая два кусочка сала, вы обволакиваете желудок, и алкоголь сразу не впитается. И, кстати, сало выводит токсины. Ну вот, три штучки на съемочную группу хватит. Все спросят, а зачем же нам нужен был чеснок? Объясняю. Все это бросаем в блендер, добавляем туда горчички, ложку тростникового сахара, лучше полторы, и соль на глаз. Конечно же, нужно растительное масло, но его нужно добавлять две столовые ложечки. Вот. Берем петрушку, грязно рвем, как говорят некоторые, и самое интересное, добавляем лимон. имбирь. И соус готов. В начале своего спича я сказал слово не шашлык, а шашлыки. Мы будем готовить шашлык латиноамериканский. Почему бы не сделать хороший шашлык из курицы? От филе курицы не откажется даже блондинка. А если мы ее соединим, например, с ананасами, которые сжигают жиры? В связи с тем, что мы не Бразилия, у нас ананасы растут не на деревьях, а только в банках и в магазинах. Поэтому мы взяли маринованные ананасы. Берем маринованное и порезанное мясо. И обязательно шпажки. Кстати, нужно, чтобы они постояли, ну, где-то час-два в воде, чтобы набухли и сразу не сгорели. Вот ананас. Потом у нас идет мясо. Если у вас будет настоящий ананас, то когда его почистите, шкурку не выбрасывайте. Из него можно сделать потрясающий энергетический напиток. Берете шкурки от ананаса и заливаете сладкой водкой. Ставите на брожение, а после этого охлаждаете. И в жару это просто потрясающий напиток. Итак, кладем их на мангал. И обязательно апельсиновым фрешем. Обязательно, обязательно. Это мы сделали бразильский шашлык, сейчас будем делать мексиканский. Он делается с лимоном. Мы берем нормальный шампур. Что такое жареный лимон? Вы почувствуете, сделайте хоть раз в жизни жареный лимон. Это потрясающая вещь. Ну, отправляем туда же, к бразильскому шашлыку. Текст. Судя по запаху, наш шашлык готов. Вот он, как говорится, под водочку. И, конечно же, немножко экзотики. Ай, красота какая! Ну и бонус. Под экзотику я предлагаю бокал прекрасного, холодного вина. Приятного аппетита! Удачный проект создает кухню в стиле кантри. Итак, приступаем к преображению стен. Грунтуем и шпаклюем поверхность. Обои мы выбрали под покраску на флезелиновой основе. Помните, что клей в данном случае следует наносить только на поверхность стены. Само полотно нужно оставлять сухим, чтобы оно не разлезлось. Для того, чтобы под обоями не остался воздух, выравниваем их от центра к краям. Покрываем обои акриловой краской на водной основе. Она хороша тем, что ей можно придать любой оттенок. Просто добавьте к основному белому тону нужный вам пигмент. Мы выбрали нежный, песочный. Это классика стиля кантри. Теперь кухня будто бы наполнится солнечным светом. А вот стену, вдоль которой у нас будут располагаться варочная поверхность, мойка, бойлер и стиральная машина, необходимо защитить от возможных загрязнений и попадания влаги. Поэтому ее мы облицовываем керамической плиткой. Ведь ей не страшны перепады температур, и она легко моется. Неровные края и бежевый тон плитки смотрятся оригинально и самобытно. Мы подняли потолок, и помещение визуально расширилось. А главное, открылись деревянные балки, чтобы придать им декоративность, покрываем их защитным бесцветным лаком. Теперь проступила структура дерева, и они смотрятся стильно и эффектно. Юрий, у нашей героини большая площадь кухни. Какую ты планируешь плиту поставить? Так как в кухне действительно мало места, то самый удачный вариант будет варочная поверхность, а не плита. Причем, я считаю, нужно брать комбинированную поверхность. В ней есть и газовые, и электрические комфорты. Я предлагаю заказать ее в интернет-магазине «Розетка». Я всегда нахожу там нужные товары для дома. Вот это то, что нужно. Давай еще в разделе «Текстиль» закажем скатерть. Оформляем заказ. Чтобы сделать рабочую зону кухни комфортной, мы заменим старое окно. Сегодня мы затронем очень актуальную тему об энергосбережении и экономии энергоресурсов на отоплении. Немногие знают, что до 40% тепла теряется из-за неудовлетворительного состояния окон в доме. Особенно ощутима эта проблема для частных домов. Самым действенным ее решением является замена старых окон на новые. Для остекления частных домов и коттеджей стоит устанавливать энергоэффективные окна, такие как VDS 8 серии. Высокая теплоизоляция таких окон достигается благодаря ряду конструктивных преимуществ. Монтажная ширина 82 мм придает стабильность конструкции. Шесть воздушных камер внутри профиля и двухкамерный стеклопакет шириной 44 мм с аргоном обеспечит высокий уровень теплосбережения. В данной системе в раму устанавливается прочное армирование. Оно обеспечивает надежность конструкции. Помимо этого, данная профильная система имеет средний контур уплотнения, что гарантирует дополнительную изоляцию от продувания и попадания влаги. Ремонтные работы идут полным ходом. И я решил проведать наших героинь Ларису Эллу. Им дома, как всегда, не сидится. Этот солнечный теплый день подруги решили провести в гидропарке и покататься на лодках. Кстати, с веслами они в свои 77 лет управляются даже очень хорошо. К тому же еще и песни поют. Здравствуйте! Мы встречаемся здесь с друзьями, пикники проводим. Вообще, я хоть живу в центре, но я в восторге от этого места. Это оазис в Киеве. Но, кроме того, это острый. И поэтому тут найкраще в Киеве поветро. Элла, я знаю, что у вас есть уникальная история, и вы пели для советских космонавтов. Расскажите. Ну, это история, как говорится, все и моя жизнь. Я работала на фабрике 35 лет, стажа на фабрике трикотажной Киевлянка. И каждая бригада отбрала какого-то героя и работала за него. За того парня называлась его. И когда космонавты полетели в космос, первых 11 космонавтов мы взяли в свои бригады. Значит, это Гагарин, это Попович, это Титов, это Николаев, Терешкова, Леонов. И они взяли и пригласили нас к себе в звездный город. Поехали бригадиры и художественная самодеятельность. А какие песни им нравились? Что они просили вас петь? Ну, вот, например, Попович, он любил очень народные украинские песни. Народные украинские? Да. Вот. Ну, например, такую песню. Мы даже с ним ее пели. Ты, милый мой, а я твоя, пусти мне, зишла заря, проснется матинка моя, будет пытать, где была я. 45 лет мы разом. То уже столько мы переспевали песни, уже мы спевали и на природе, мы спевали и в хатах, по кухнях. Я понимаю, это тонкий намек по поводу стройки и ремонта вашей кухни. Пускай это для вас останется приятным сюрпризом. Могу сказать только одно, мы вас не подведем. Ну, дуже дякую вам, Ивану, и сподіваемся, что так оно и будет. Наши сегодняшние героини Лариса и Элла проводят теплое время года на даче. Удачный проект вместе с компанией Виосад решили предоставить все необходимые условия для просмотра самых популярных телепередач со всего мира. Мы приступаем к установке спутниковой антенны. Благодаря современным технологиям, качественный сигнал доступен в любой части страны. Даже в маленькой деревушке можно смотреть сотни каналов и наслаждаться новинками мирового кино. Кстати, большинство программ идет без перерыва на рекламу. Интересные познавательные детские и спортивные передачи никому не дадут скучать. Давайте проверим качество сигнала. По-моему, отлично. Есть функция электронного программного гида. Благодаря ей на экране можно просматривать подробную версию телепрограммы, анонсы фильмов, которые идут в данное время по другим каналам. Также сортировать каналы по жанрам. Так вы ничего интересного не пропустите, ведь это очень удобно. Нам осталось только вручить подарочный сертификат на комплект оборудования, спутниковая тарелка и тюнер Виосад. Также бесплатный просмотр в течение года лучшего пакета канала. Цветочные узоры и орнаменты. Без них стилю кантри никак не обойтись. Они могут украшать любую деталь интерьера и даже печь. Поэтому сейчас мы ее и распишем. Это может сделать любой из вас, даже тот, кто вообще не умеет рисовать. На помощь вам придет трафарет. Трафаретов сейчас существует великое множество на любой вкус. Поэтому вы сможете украсить уникальной росписью любую комнату в вашем доме. И детскую, и кухню. Кстати, роспись также может помочь вам скрыть многие огрехи строителей. Например, неровные стены. Все, что вам нужно, это купить специальную краску. Для росписи по кафелю подойдет акриловая. Ее цветовая палитра огромна, и вы всегда можете выбрать нужный вам тон. Держится такая краска долго и не выцветает. Вот и все. Посмотрите, как за короткое время обычная печка превратилась в оригинальную деталь интерьера в стиле кантри. Не бойтесь экспериментировать. Сделать свой дом красивым и оригинальным очень просто. Только представьте себе, в Португалии хитрые предприниматели издали закон, что морковь это фрукт. Зачем? Все очень просто. Дело в том, что в Португалии из моркови готовят вкуснейшее варенье и отправляют на экспорт в Европу. А по законам Европейского Союза варенье можно варить только из фруктов. Какие еще деликатесы можно готовить из моркови и как правильно ее выращивать, вы узнаете прямо сейчас. Морковь известна человечеству уже более 4 тысяч лет. А родиной ее считается Афганистан. Изначально дикорастущая морковь была фиолетового цвета. Есть также морковь белого, желтого, красного и даже черного цвета. Все мы любим морковку за ее вкус и прекрасные целебные свойства. Морковь это двухлетнее растение. Первый год жизни оно дает корнеплод и розетку зеленых листьев. На второй год морковь цветет и дает семена. Именно эти семена можно высевать для получения дальнейшего урожая. Почва должна быть рыхлая и однородная. Высеваем морковь во влажную землю в подготовленную канавку. После того, как вода впитается, мы присыпем канавку просеянным песком. Семена моркови достаточно мелкие. При посеве будем аккуратно рассыпать их по земле, как будто солим. Теперь мы присыпем семена песком и еще раз аккуратно польем. После этого следует прикрыть наши посевы пленкой. По мере подрастания морковь обязательно нужно прореживать, иначе у вас может получиться вот такой покрученный плод. Морковь очень любит органические удобрения, но не следует добавлять в грунт свежую органику, иначе морковь будет загнивать и в грунте, и при хранении. Также не следует злоупотреблять минеральными удобрениями, иначе на моркови могут получиться вот такие наросты и очень большие корнеплоды. А вот такие многохвостные морковки могут вырасти, если злоупотреблять азотными удобрениями. Нужно смотреть, чтобы верхняя часть ее не была зеленой, как у этого плода. В этой части морковь будет горчить. И чем ярче цвет моркови, тем больше содержится в ней бета-каротина. А бета-каротин – это предшественник витамина А, который очень полезен для нашего организма. Если вы соблюдаете диету, лучше есть сырую морковь. Она понижает аппетит. А вот вареная – наоборот, аппетит повышает. Так что замените вареную морковь на сырую и будьте здоровы! А вот и наш драгоценный груз из интернет-магазина «Розетка». Несмотря на то, что мы находимся не в столице, а в Киевской области, доставка сработала, как всегда, четко и в оговоренный час. А тем временем ремонт идет полным ходом. Чтобы сделать кухню более уютной, мы решили постелить новый линолеум. Его рисунок полностью повторяет текстуру дощатого пола из натурального дерева. Он сверхпрочный и износостойкий. Ремонтные работы завершены. Мы можем монтировать мебель. Итак, приступаем к установке мебели. Крепим навесные шкафы. В них достаточно места, чтобы разместить всю посуду, кастрюли и сковородки. В тумбах также предусмотрены и выдвижные ящики. В столешнице вырезаем специальные отверстия необходимого диаметра под мойку и под варочную поверхность. Комбинированная варочная поверхность с электрическими и газовыми комфорками из интернет-магазина «Розетка» – это идеальное решение для загородных домов. Теперь возможные перебои с энергоносителями – не проблема для нашей героинь. Они всегда смогут приготовить себе вкусные блюда. Итак, установка мебели завершена. Ваша мебель устарела и стала немодной. Не спешите от нее избавляться. Сейчас наш дизайнер расскажет вам, как вдохнуть в нее новую жизнь и сделать самой стильной деталью интерьера. Здравствуйте! Сегодня мы займемся очень-очень полезным делом. Мы отреставрируем вот этот старый стул. Потрепанная мебель – еще не повод от нее избавляться. И прежде чем выбрасывать старую, хорошенько ее изучите. Мы видим изношенное сидение, потрескавшийся лак. Но не переживайте, мы сейчас все исправим. Для начала нам нужно расснять сидение. Для этого нам понадобится шуруповерт и накачанные бицепсы. Стул нам нужно очистить от многолетней грязи и старого лака. Есть вещи, к которым мы настолько привыкли, что даже не задумываемся о их происхождении. А знаете ли вы, что прародителем стула был трон фараона? И на протяжении многих веков это было привилегией исключительно представителей высшего общества. Производились эти стулья из чистого серебра, и поэтому на них было очень неудобно сидеть. Поверхность готова, теперь мы можем красить. И для этого нам понадобится белая водоэмульсионная окраска. Водоэмульсионная окраска достаточно легко наносится и быстро сохнет. Поэтому у вас не должно возникнуть никаких проблем с покраской. А чтобы дерево не просматривалось, нам нужно нанести два слоя краски. А пока вся эта красота будет сохнуть, мы займемся сидением. Нам нужно избавиться от старой ткани. Не бойтесь, ему кожи уже не будет. Это нам уже не пригодится. Обтягиваем сидение новым синтепоном и фиксируем клеевым пистолетом. А теперь мы можем приступать к обивке тканью. Мы кладем сидение на ткань и вырезаем по форме сидение, оставляя с каждой стороны по три сантиметра. Теперь переворачиваем ткань к нам изнаночной стороной. Кладем само сидение и фиксируем клеевым пистолетом ткань по краям. Ждем, пока приклеится. И хорошенько натягиваем с другой стороны. Чем прочнее ткань, тем дольше она прослужит. Краска подсохла. Сидение у нас готово. И теперь мы можем прикрепить его к основанию стула. Этот стул идеально впишется в новый интерьер. Экспериментируйте! Напоминаем, удачный проект создает кухню в стиле кантри. Мы подняли потолок и открыли деревянные балки, которые стали стильным элементом нашего интерьера. Стены мы оклеили новыми флезелиновыми обоями и окрасили их в нежный песочный оттенок. Постелили новый линолеум под натуральное дерево. Вмонтировали новое металлопластиковое окно, которое обеспечит качественное проветривание. Установили функциональную и стильную мебель. Вмонтировали комбинированную газово-электрическую варочную поверхность. Обычную печь превратили в оригинальную деталь интерьера. Пришло время вдохнуть в нашу кухню новую жизнь и наполнить ее всяческими стильными аксессуарами. Легкие полупрозрачные шторы с подхватами выглядят невесомыми. Они прекрасно пропускают солнечный свет, а нежный цветочный орнамент повторяет рисунок на наших дизайнерских стульях и перекликается с декоративной росписью на печи. Ажурная скатерть молочного цвета с аппликацией из ткани и такие же салфетки из тончайшего кружева – это классика стиля кантри. В плетеных корзиночках так комфортно разместили салфетки и столовые приборы. Оригинальные фарфоровые чашки словно приглашают в неспешные беседе за чаем. И, конечно же, море живых цветов прямо из сада в изысканных кашпо и вазочках наполняют кухню своим тонким ароматом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну что же, наша кухня в стиле кантри готова. Теперь мы можем встретить нашу героинь Ларису Элу. Милости просим. Проходите. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Ивана. Здравствуйте. Красота. Глаза мне вели. Глаза, подивися, какие мебли, всякие шафок. Тут могут поместиться все наши кастрюли. Прелесть прямо. А здесь, посмотри, что. О, полок сколько. Здесь крупы можно хранить, соление. Чудесно. А это же для чаю. Посмотри, а это для печенья. Смотри, как здорово. Ой, кофемолка. Ну так все есть для того, чтобы чаевать. Глаза, посмотри, как сочетается стулья с шторами. А ну давай посядем. С задоволением посидеть. Нам будет удобно сидеть. Ты подивись на эту скатерку. Ты подивись, какая работа. Это подарок от интернет-магазина «Розетка». Красиво. Все красиво. Молодец, дизайнер. Дякую, Ивана. Вы заметили, как изменилось ваше окно? Прекрасное окно. Я хочу сказать, что оно вдвече больше попереднего. Да, более того, оно теперь еще и открывается. Это очень важно. Потому что когда ты готовишь, и вот такая задуха, то открытое окно, Боже, ничего лучше не может быть. Мы установили в нем дополнительно еще москитную сетку, чтобы не беспокоили вас. Это здорово. Комаров боюсь. А чтобы вы готовить могли свои любимые блюда, мы установили варочную поверхность. Это вообще произведение искусства. Она работает как и на газу, точно так же и на электричестве. Чтобы вы могли готовить свои любимые блюда. Это вообще мечта. Моя мечта, это мечта. Честно. Это такие сюрпризы для нас. Это подарок от интернет-магазина «Розетка». Ну и, конечно же, мебель, которая тишит просто всяческими приспособлениями, полочками, ящичками. Ты посмотри, это же вообще холодовство. У меня навіть в Киеве такого немае. Немае слів. Ну что, принимаете работу удачного проекта? Вы еще и питаете. Мы не просто приймаемо. Мы настолько вдячні. Усім, кто приймал участь в этом проекте, Усім тим людям, яких створювали, Це для нас чудо. Спасибо вам огромное за теплые слова. А наш подарок вам? Да. Это, естественно, песня. Ну. Ну. И в вас, и в нас все будет гаразд, Щоб вы и мы счастливи были. Сегодня удачный проект подарил нашим телезрительницам Ларисе и Элле новый дизайн кухни в стиле кантри. А они своим оптимизмом еще раз нам напомнили, что жизнь исчисляется не количеством прожитых лет, а моментами счастья и радости. Заполняйте анкету на нашем сайте, и команда профессионалов удачного проекта создаст гармонию и уют в вашем доме. Редактор субтитров А.Семкин